Яндекс.Директ на поиске, когда все зависит от вашего поискового запроса. Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И в этом видеоуроке я хочу провести легкую экскурсию для новичков. Что такое позиции, показывая в Яндекс.Директ? Потому что если вы сейчас смотрите этот урок, скорее всего, вы либо только пытаетесь первый раз настроить Яндекс.Директ, ну, тыркаетесь в нем, либо вы, второй вариант, сейчас уже залезли в Яндекс.Директ и пытаетесь разобраться все-таки, где вы показываетесь и вообще, где может происходить показ ваших объявлений. Итак, давайте начнем с первого, самого важного, что позиция показов, особенно на поиске, ведь она бывает двух типов, это реклама на поиске и реклама в РСЯ. Если говорить про рекламу на поиске, это реклама, которая показывается на странице выдачи Яндекса и реклама в РСЯ, которая показывается как баннерная реклама на сайтах-партнерах Яндекса. Собственно, как настроить рекламу в РСЯ, вы можете посмотреть отдельным роликом, вот здесь будет ссылочка. А сейчас мы поговорим про рекламу на поиске, как вариант именно показа. Чаще всего вы задаете вопрос, где я буду показываться в Яндекс.Директе, на странице Яндекса, а именно на поиске, в контексте того, что вас интересует, сколько вы будете платить за определенную позицию и от каких параметров зависит позиция показов. Итак, во-первых, позиция показов всегда, всегда абсолютно зависит от ставки на ключевую фразу, которую вы выставили и по которой будет показываться объявление. То есть, есть выставленная вами лично ставка и есть ставка, которую выбирает робот. Он может выбрать чуть ниже ставку. При этом ставка, которую вы выставили, показывается, например, в интерфейсе Яндекс.Директа, как максимальная цена за клик, которую вы выставляете для определенной ключевой фразы. И также есть цена входа в определенную позицию, про которую мы сегодня будем говорить про позиции показа. Для них есть определенные ставки и они зависят от... Первое, я уже назвал ставку, которую вы выставили, то есть ту максимальную цену клика, которую вы выставили. Второе, это лимит на день или дневной бюджет, который вы выставляете в ограничении бюджетов на каждую рекламную кампанию. Если вы выставите его слишком маленький, но при этом будет большая цена клика, вы будете показываться, например, каждому десятому. То есть, выглядеть это может следующим образом. У вас есть 24 часа, есть какой-то лимит, например, 300 рублей, ставка по 30 рублей, вы показываетесь каждому десятому. Причем, часть аудитории просто не видит вообще ваше объявление, но при этом вы, например, показываете сверху страницу каждому первому. В общем, если лимит на день очень маленький, а ставка очень большая, то вы будете показываться только каждому десятому, например. В общем, очень важно выставить правильный дневной бюджет. Дальше, CTR ключевой фразы за 28 дней. Это тоже очень важно, потому что многие показывают, вот у меня CTR рекламной кампании 15% на поиски. Все говорят, вау, круто. А потом человек приходит, например, через месяц, два, три, говорит, у меня почему-то подорожала рекламная кампания. Спрашиваю CTR, самый простой вопрос, или он сам говорит, у меня все так и осталось 15%, чуть-чуть упало. А потом берешь, заходишь в статистику его рекламной кампании, берешь 28 дней или месяц и видишь, что за 28 дней, например, CTR падает с 15% или с 14% уже 13% падает до 10%. От этого уже как минимум дорожает цена входа в определенную позицию. А если не поменять цену входа, он падает в какую-нибудь ниже позицию и происходит, опять же, грусть, печаль. То есть, очень важно смотреть за CTR ключевой фразы за 28 дней. Дальше, стратегии назначения ставок, показов, или стратегии показов, как они еще называются. Необходимо на начальном этапе выбрать наивысшую доступную позицию и вкупе с составкой на ключевое слово и на лимит на день, тайм-таргет. Обязательно при настройке стратегии наивысшедоступной позиции необходимо обязательно настроить лимит на день, то есть он должен стоять на дневной бюджет. Обязательно у вас должны быть временные таргетинги. Либо их не должно быть, если у вас круглосуточная рекламная кампания работает и вы можете принимать заявки постоянно. Также во временном таргетинге вы можете установить режим управления ставками. Вот здесь, к сожалению, он не настроен. Нужно настроить повод как раз донастроить рекламную кампанию и выставить в те часы, когда вам особенно нужно показываться на каких-то высоких позициях, поставить выше бюджет. Либо, наоборот, в те часы, либо дни, когда вы не хотите показываться на позиции какой-то высокой, назовем это 100% на данный момент, просто выставить, например, 50%. Также обязательно нужно выставить единый регион показа, потому что в Москве у вас будет, например, реклама в два раза дороже, в регионе она может быть дешевле в два раза. Относительно среднего числа, которое вы можете выставить, например, по всей России. Поэтому вы должны выставить точный регион. Поэтому вы должны выставить регион либо Москву, Московскую область, либо Россию без Москвы, Московской области, либо выбрать тот регион, по которому вы хотите рекламироваться. Далее, конечно же, позиция показа зависит от конкурентов, которые показываются по ключевой фразе в данный момент. Они могут также что-то менять, крутить или просто отключать свою рекламу на данный момент. И поэтому вы будете показываться выше, ну или, соответственно, ниже, если они, наоборот, входят на рынок. И еще очень-очень большое количество критериев, но это основные, которые вам необходимо знать. Теперь хочу поговорить о том, как все-таки устроены блоки показов в Яндекс.Директ и как они называются. Также мы проведем некий экскурс в историю, как выглядела раньше поисковая выдача Яндекса, в том числе и с рекламой. Итак, у нас есть блок перед выдачей SEO. Это SEO-выдача, 10 позиций, первое место, второе, третье и так далее. Это SEO-выдача, в которую вы можете попасть при условии, что у вас есть SEO-оптимизация вашего сайта. В общем, сегодня не об этом. Мы будем говорить о рекламе. В рекламе мы увидим сейчас три места в самом верху перед SEO-выдачей. Общий блок называется спецразмещение. Каждое отдельное место в блоке спецразмещения носит довольно простые названия. Первое спецразмещение, второе спецразмещение и третье спецразмещение. Также они называются 1SR, 2SR, 3SR и третье еще также называется вход в спецразмещение. как можно догадаться стоимость начиная от первого к третьему падает то есть первое место всегда самое дорогое например там стоит 3 доллара ну давайте возьмем 90 рублей чтобы на рублей все таки переводить второе место может сразу же стоит там 78 рублей третье место может стоить допустим 60 69 рублей то есть разница действительно довольно большая и шаг в яндекс директе в аукционе в спец размещении зачастую несколько процентов как минимум то есть есть процентов 5-10 в разнице от 3 спец размещения 2 спец размещения 2 к первому то есть точных цифр например 1 рубль 2 рубля и так далее нет конечно не могут отличаться намного сильнее все зависит от минимальной или максимальной ставки которая предлагается на 3 например спец размещения в вашем аукционе все-таки не забывайте яндекс директ это аукцион и обычно вы не одни принимаете участие в аукционе а например 30 40 ваших конкурентов и все они хотят попасть например в 3 спец размещения либо в первое спец размещения и робот яндекс пытается правильно грамотно разместить эти объявления также в спец размещении вообще в новом аукционе начиная с сентября 2015 года сейчас уже все-таки 16 год и уже прошло практически год как появился новый аукцион яндекса можно сделать вывод что на первом спец размещение как собственно написано справки яндекса есть некие преимущества начала первое место спец размещение имеет сто процентов охвата аудитории это очень большое преимущество почему потому что вы можете показываться всем на втором месте вы будете иметь только 85 процентов охвата аудитории это довольно не сильно сказывается зачастую на ваших показах но тем не менее вы имеете меньшее количество показов естественно кликов от этого может стать и меньше в зависимости от уже вашего сетя и так далее главное чтобы показов меньше иметь конечно же еще зависит все от вашего лимита на день и вашей цены клика вы про это не забывай и третье место имеет 75 процентов охват аудитории это значит что третье спец размещение имеет на 25 процентов меньше охвата аудитории в любом случае если вы его занимаете постоянно нежели чем первое место также необходимо знать что на первом спец размещение есть так называемые уточнения но к сожалению вот именно на этом объявлении нет уточнений но тем не менее мы можем теперь использовать уточнения в объявлениях яндекс директа не легко настраиваются также в директ командоре настраиваются просто они показываются только на первых 5 размещение то есть на втором и на третьем такого нет идем дальше дальше внизу под блоком seo это десятое место seo есть блок гарантированных показов сейчас их 4 объявления в этом блоке раньше их было три потом их стало четыре сейчас их иногда становится 5 яндекс постоянно все тестируют хочу сразу заметить что блок гарантированных показов довольно странная вещь почему потому что раньше гарант блок гарантированных показов выглядел абсолютно по-другому если вы хотите посмотреть как он раньше выглядел в бейте в яндексе поисковый запрос яндекс директ без каких-либо лишних слов и увидите что сбоку здесь от выдачи seo и спецразмещение да вот этот блок спецразмещения здесь есть гарантированные показы очень важно знать что их сейчас 7 что потому что многие директологи почему-то говорят что раньше было 5 хотя это неправда раньше было их 7-11 в общем здесь объявление показывается немножко по другой схеме мы вернемся к более распространенной на данный момент и так вот стандартный блок гарантированных показов который встречается на пк на персональных компьютеров потому что на мобильной версии может выглядеть все по-другому опять же на данный момент именно в 2016 году и так гарантированные показы имеют первое место она так обычно и называется первое место либо это первое место гарантированных показов один гп еще некоторые пишут второе место третье место и опять же гарантированные показы и четвертое место называется она вход в гарантированные показы тоже необходимо знать это потому что здесь вы будете показываться большей части аудитории при этом раньше слова гарантированные показы подразумевало что вы будете показываться все стопроцентные аудитории ровно как и в спец размещении сверху как вы понимаете сейчас это не так сейчас охват есть охват аудитории определенный который специально вложен в новый аукцион яндекс директа это значит что вы будете показываться например 7 из 10 людей то есть вы не будете иметь весь охват рынка если только вы не везде будет сидеть на первом спец размещении также хочу заметить что после первой странице есть 2 3 4 5 страницы в яндекс директе тут уже опять же вы видите в верху страницы вы увидите спец размещения то есть на второй странице слава богу есть спец размещения но на 2 3 4 5 страницах в блоке где были гарантированные показы все немножко меняется меняется в сторону того что первое появляется так называемый процент охвата аудитории или еще называется динамические показы здесь первое место всегда остается гарантированные показы а дальше может появиться процент охвата аудитории охват аудитории или динамические показы если открыть нашу рекламную кампанию Посмотреть ставки на какие-то позиции, мы увидим первый раз цену первого спецразмещения, цену второго спецразмещения, вход в спецразмещения это третье спецразмещение, цена первого места это как раз гарантия, верхняя позиция гарантии и вход в гарантию это четвертое место. Как вы видите, цена первого места и вход в гарантию здесь практически не отличается на 30%, что в принципе немного по сравнению с ценой первого спецразмещения, которое здесь 21 на 60, по сравнению с 6,80 разница практически в 3 раза. Все, что ниже, то есть если у вас не попадает ставка в гарантию, вы попадаете в процент охвата аудитории. Там работает простое правило, процент охвата аудитории будет зависеть от процента от ставки в гарантию. То есть если у вас, например, 6 рублей и не хватает 80 копеек, чтобы попасть в гарантию, то вы можете взять 6 разделить на 6,80 и посмотреть. 88% людей вы будете показываться, а остальные будут без внимания. При условии, что гарантии и так уже не хватает какой-то аудитории, то есть вы будете показываться примерно на 20-30, а может быть даже и 5% аудитории. Поэтому крайне важно попадать хотя бы в гарантию на данный момент, именно на 2016 год. Раньше динамические показы хоть как-то себя оправдывали. На данный момент их пытаются максимально выжить из выдачи. Также в гарантированные показы, при условии, что они располагаются справа, могут затесаться динамические объявления, либо процент охвата аудитории. Ну а теперь давайте вернемся к спецразмещению, потому что самый интересный блок, который есть на поиске в Яндекс.Директе. В спецразмещении есть порог входа, не завещи от наличия конкурентов. Если ставка в объявлениях ниже порога входа, эти объявления не могут попасть в спецразмещение. Зачастую это от 21 рубля, то что я вам как раз показывал. Меньше зачастую в спецразмещениях у новичков. Меньше ставки не будет. Меньше 21 рубля. Если ставка выше порога входа, то объявления для показа отбираются по комбинации следующих показателей. Ставка, CTR, коэффициент, качество. На самом деле на первом месте сейчас стоит CTR, потом идет ставка и так называемый воображаемый коэффициент качества. Хочу сразу заметить, что коэффициент качества не относится к качеству аккаунта и коэффициенту, например, 9.60, который здесь показывается, никаким боком. Второе, не относится к показателю продуктивности. Продуктивность, даже если упростительный знак, если его открыть, можно прочитать в справке, что она никак не влияет на выдачу. Коэффициент качества это определенный воображаемый коэффициент, который рассчитывается роботом Яндекса внутри самой системы и вам не показывается. Возможна ситуация, когда комбинация порога входа, CTR и коэффициента качества ваше объявление превышает комбинацию показателей объявления на первой позиции спецразмещения. Итак, еще раз пройдемся по самым основным и важным показателям для цены клика, которые вы выставляете. Первое, это CTR. CTR это показатель кликабельности вашего объявления по определенному ключевому слову. То есть, это количество кликов по вашему объявлению и количество показов. Причем, не забывайте, что объявление может содержать несколько ключевых фраз. Дальше. Да, конечно, данные используются за последние 28 дней. Это очень важный момент. То есть, смотреть статистику за год бесполезно. Если у вас рекламная компания не работала в течение недели, двух, трех, то весь CTR этот сбивается. То есть, если рекламная компания у вас новая, либо она не работала, например, 28 дней, то ваша ставка на спецразмещение просто подорожает. Либо просто будет дорогой. Дальше. Показатель качества. Ну, собственно, я уже рассказал, что показатель качества это такой мифический показатель, который есть внутри самого Яндекса. У которого есть огромное количество факторов, при котором у вас может цена клика либо резко понизиться, либо резко возрасти. Первое. Это карма домена. То есть, какой трафик вы запускали, насколько давно у вас ваш домен создан, меняли ли вы тематику домена. Ну, и опять же, очень-очень много факторов, связанных именно с самим доменом. Как давно висит сайт на нем, ну и так далее. Дальше. Релевантность ключа. То есть, совпадение. Насколько совпадает ваше объявление и сам ключ. То есть, если есть совпадение по двум-трем словам из пяти, например, в объявлении, то это очень хорошо. И цена входа, например, в спецразмещение будет ниже. Дальше. Релевантность вашей страницы. Страницы. Это значит, что у вас есть ключевой запрос и есть какая-то страница, на которую ведет ваш запрос. И если у вас максимально совпадает зачастую заголовок, тайтл, заголовок H1 с вашей ключевой фразой, то показатель качества будет выше. Но не так сильно, как, например, это влияет в Google AdWords. В Google AdWords это довольно сильно влияет. Дальше. Статистика объявления. То есть, это опять же тот же CTR и прочее, прочее, прочее. Количество показов. Потому что, может быть, объявление показывалось только 80 раз, а какое-то объявление показывается 800 раз. Ну и так далее. И CTR, конечно же, эффективность самого объявления. И третье. Это ставка. То есть, та сумма, которую вы платите за клик, исходя из указанной вами максимальной цены за клик, которую вы устанавливаете. То есть, опять же, все зависит от того, которую вы выставили цену. И все зависит от того, какую ставку на какую-то определенную позицию предлагает сам Яндекс.Директ. Ну и также хочу сказать пару важных слов, что вам необходимо знать перед созданием объявлений рекламной кампании. Если вы вдруг сейчас именно создаете объявление, вам это важно знать. Первое. Вам необходимо изучить свою целевую аудиторию. Потому что целевая аудитория может быть по некоторым ключам очень горячая, по некоторым может быть очень холодная. Это значит, что некоторые люди действительно с первого места спецразмещения покупают. Ну, например, купить, например, вызов эвакуатора. Люди не будут выбирать там из 10 предложений. Они выберут из трех самые дешевые. С первого места, со второго и с третьего спецразмещения. Ну, собственно, вот. Вызов эвакуатора от 600 рублей, от 1500 рублей. Вызов эвакуатора 24 часа срочно. Скорее всего, человек выберет первое спецразмещение, просто нажмет и сразу будет звонить, спрашивать. Или запрос «Ландшафтный дизайн». При этом человек, если выбивает просто «Ландшафтный дизайн», скорее всего, он будет еще выбивать несколько запросов по поисковым подсказкам. То есть, допишут туда садового участка, загородного дома и так далее, чтобы уточнить. Либо какой-то информационный запрос. При этом можно увидеть, что здесь ничего не подвязано к цене. Потому что люди будут долго искать и упорно зачастую в этой нише. То есть, они, возможно, позвонят первому, может позвонить второму и так далее. То есть, здесь не обязательно располагаться на первом месте спецразмещения. Возможно, достаточно третьего спецразмещения. Но в этой нише, конечно, и третье спецразмещение очень дорогое. В принципе, как и в вызове эвакуатора, как вы понимаете. Но первое место в вызове эвакуатора, оно космически дороже, нежели чем третье спецразмещение. А в аукционе «Ландшафтного дизайна» нет такого сильного разброса между первым спецразмещением и третьим спецразмещением. поэтому если у вас есть деньги можно здесь рекламироваться на первом тоже спец размещении но тем не менее понимать что не все люди которые заходят будут оставлять заявки от этого может подорожать сам лид дальше конечно же важно ключевые слова разбить на горячий теплый холодный что это значит это значит что есть люди которые вызывают эвакуатор а некоторые хотят посмотреть какие есть эвакуатор не знаю сколько эвакуаторов какие компании есть которые предоставляют услуги эвакуаторов конечно же это разные ключевые слова и ставки на них должны быть разные ровно как и ландшафтный дизайн и заказать услугу ландшафтного дизайна совершенно разные ключи и цены на них должны быть разные поэтому вы разбиваете ключевые слова на три группы как минимум эти три группы для этих трех групп вы создаете три разные рекламные кампании дальше конечно же вам нужно оценить максимальную цену клика делается это так называемой обратной воронкой вы можете посмотреть это вы можете посмотреть как это делается вот здесь по ссылочке по ссылочке на это видео также вам необходимо изучить конкурентов если просто открыть рынок вызову эвакуатора можно увидеть что абсолютно по-разному написано все три объявления причем не сказал бы что они все идеально естественно есть над чем поработать но тем не менее ваши конкуренты зачастую знают намного больше чем вы особенно те которые располагаются спец размещениях некоторые располагаются в гарантии можно опять же подсмотреть можно у них подсмотреть у т.п. можно подсмотреть цены возможно у т.п. связана вообще с ценой напрямую то есть там 1600 рублей поторы тысячи рублей 600 рублей то есть сразу видно где чего и как также можно посмотреть где обычно они находятся по каким ключам они рекламируют и так далее желательно весь список конкурентов изученных и которые вам понравились располагаться в какой-нибудь excel файле чтобы было понимание что происходит в этом месяце в следующем месяце и так далее если вы в этой нише как бы хотите долго и счастливо жить припевающе на яндекс директе и конечно же последнее что необходимо это все это тестировать то есть располагаться например на первом спец размещении на втором на третьем играться со ставками возможно какой-то определенный момент вы почувствуете что поиск не приносит результат тогда можно переключить только на россия то есть на баннерную рекламу которая зачастую дешевле и оттуда действительно есть толк но опять же все зависит от вашей ниши некоторых нишах очень круто работает именно поисковая реклама то есть и на странице яндекса и есть ниши в которых работает только rs я что друзья на этом все так же хочу вам порекомендовать два своих видео урока первое это ставки и цены которые вы можете посмотреть по этой ссылочке и также обязательно посмотрите видео урок как же писать объявление в яндекс директ ссылочка будет здесь ну что ж а на этом все с вами был константин горбунов если вам понравилось это видео поставьте лайк комментируйте подписывайтесь на мой youtube канал на мои социальные сети и следите там много всего интересного пока пока